Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. Я приобрела недавно вот такую маранту трехцветную, замечательное растение. Сегодня мы будем ее высаживать в тот горшок, в котором она будет у меня жить, а также я расскажу вам о том, как следует за ней ухаживать. Итак, это растение очень ценится за свои листья. Но это именно не в таком замечательном виде, как могла бы быть, но вот такая она мне из магазина досталась. То есть некоторые листья замечательные, хорошие видно, их цвет красивый, а некоторые немножечко подсохли. Иногда это бывает от старости, как видите, этот лист в самом начале. То есть это неизбежно, листья также стареют и опадают. Иногда бывает, что что-то с ним и случилось. Вот, например, этому явно был лишний свет и еще какие-то условия, поэтому его мы обрежем. Могут появляться такие. Ну вот в таком виде она досталась. Постараюсь для нее лучше сделать условие. Еще, как видите, корни у нас снаружи, что тоже никак не добавляет ей здоровья. Ценится она, как я уже сказала, за листья и еще за свою особенность. Значит, пока ей достаточно света, листья ее располагаются в основном горизонтально. Тут сейчас не видно, она не очень хорошо себя чувствует, по ней это видно, поэтому она их опустила вниз. А так они должны располагаться горизонтально, а когда света не хватает, то она поднимает их вверх. Получается, вот так вот они стоят, эти листики. Из-за этого еще ее зовут молельная трава. То есть вот она так делает вечером, когда освещения уже недостаточно. Значит, для ее посадки ей нужен горшочек неглубокий, но желательно широкий. Сейчас мы ее достанем аккуратненько, чтобы вот эти наши несчастные корни, которые... Вот, вон они, это очень, конечно, для нее неприятно, что она в таком состоянии. Осыпем немножко субстрат, который у нее был. Вот. Корни по возможности вот так расправим, но это довольно сложно. Очищать их я сейчас не буду, потому что это будет дополнительный стресс для нее. И сейчас сделаю так называемую перевалку. То есть вот то, что можно сверху, вот как видите, тут корни, а здесь пусто. Вот сверху я заменю субстрат, а все остальное оставлю. Потому что если ее сейчас именно обрезать корни, еще что-то сделать, боюсь, она будет не рада и будет ей нехорошо. Значит, вот мы ее подготовили, ждет. И сейчас займемся горшочком. Значит, как я сказала, горшочек лучше выбирать широкий, не глубокий. Можно даже взять, это тот случай, когда можно взять пластиковый горшок, там будет меньше пересыхать. Самое важное, это дренаж. Дренажа надо много. Прямо вот, прямо хорошо много, иначе ей будет не очень. То есть вот мы засыпали дренаж и будем готовить субстрат для нее. Значит, она любит питательный, но такой воздухопроницаемый субстрат немного кислой реакции. Значит, мы берем субстрат для комнатных растений. Вот какое-то количество. Вот, например. Так, две части его. Примерно столько же торфа вот здесь будет. Немножко меньше. То есть обычно пишут одну часть листовой земли и одну часть торфа, но я сейчас покажу, почему я торфа немножко меньше буду использовать. То есть торфа я взяла где-то одну часть на две части земли и добавлю еще коры. Эта кора я покупала для орхидей. Вот кора для орхидей. Она будет здесь очень хорошо. В данном случае. Вот мы ее, это можно все высыпать. Вот, все это перемешали. То есть благодаря коре он будет более воздухопроницаемый, благодаря торфу немного более кислый и ей будет хорошо. Значит, засыпаем немножко эту смесь. Вот, еще осыпаем тут лишнее. Довольно сложное растение. Получается выемка и все корни по краям. Наверное, все-таки некоторые ей вот эти совсем несчастные обрежу. Так, потому что есть вероятность, что они все равно сейчас не будут расти, а там рут после пересадки. Все, остальные трогать не будем. Так как тут получилась выемка, то делаем небольшую горку и ее аккуратненько посадим. Засыпаем. Вот, чуть-чуть примнем. Сейчас мне ее надо будет добиться того, чтобы она начала хорошо расти, а по весне уже можно будет ее пересадить. Можно будет уже... Тут есть, я рассматривала, есть черенки, которые можно взять на укоренение. То есть она будет еще изменяться. Значит, вот в этом заключается посадка. И теперь, что она любит. Значит, она прекрасно растет в полутени, поэтому восточные и северные даже окна для нее хорошо подойдут. Если будут яркие прямые лучи солнца, то это очень плохо. Листья сразу станут... Будут расти новые мелкими, а те, которые уже есть, будут блеклые, вот как я вам показала. Да, вот они не очень хорошие. Это сразу скажется. И она очень боится сквозняков. Очень их не любит, очень боится. Поэтому полутень, даже северные, даже если северное окно и стоит не на подоконнике, а где-то в 60 сантиметрах от подоконника, на столе, на шкафу, это будет достаточно. Она не привередливая в этом плане. Но что ей важно? Ей очень важна влажность. То есть это растение, которому влажность воздуха нужна 90% в течение всего года. Поэтому если у нас сухие квартиры, если мы не можем ее держать в комнате, где поддерживается такая влажность, то или не заводить, или помещать их в тепличке, во флорариумы. Там будет более повышенная влажность, плюс дополнительное опрыскивание, забота о ней. И полив регулярный, но умеренный. То есть болото не должно быть, но должно быть всегда немножко влажно. Совершенно не терпит пересушки. То есть если растения, которые не полили, прошло время, полили, все хорошо. Она обладает такой особенностью, что во время, когда сухой субстрат, мы не полили, у нее корневая реагирует раньше, чем листья. То есть по листьям нам кажется, что еще все хорошо, она может жить, все нормально, а корневая система уже начинает погибать, и поэтому восстановить ее будет очень сложно. Поэтому пересушку она не терпит совершенно. Так что влажность, чем больше, тем лучше. То есть это то растение, которое можно опрыскивать чуть ли не постоянно, увлажнители воздуха, еще что-то. Поэтому повышаем влажность как можем. Цветет она, тут вот сейчас не видно, вот из этих будет маленькие, такие также будут череночек, и там меленькие-меленькие белые цветочки. То есть не очень декоративно, цветет в комнатных условиях и в домашних довольно легко, это не какая-то редкость, но все-таки ценится за свои листья. Вот. Ну, на все, несмотря на все ее, вот так сказать, не очень хорошо себя чувствует, вот мы видим хороший листик новенький, да, вот он только-только будет. И в других местах тоже такие есть, поэтому шансы у нас есть на то, чтобы ее реанимировать и привести в хорошее состояние. Поэтому поливаем и будем о ней заботиться. Сейчас я ее отнесу в комнату, где влажность повышенная. Полили, дождались пока это все пропитается, потому что субстрат сейчас у нас с торфом и пропитывается не сразу. Вот как видите, вода стоит. Хотя налила я совсем немножко, полейки видно. Вот, дождались и поливаем еще, чтобы хорошо-хорошо пропитать всю землю нашу. Вот, немножечко мы это утрамбуем. Вот, растение не такое сложное в уходе, как они в нем часто пишут, но есть вот нюансы, если есть возможность условия ее содержания соблюсти, то есть влажность, не попадание прямых лучей солнца, то она будет вас радовать, будет разрастаться хорошо, она очень легко потом укореняются черенки, так что очень хорошо размножается. Так что сажайте, выращивайте, очень красивое растение. Подписывайтесь на канал. Удачи!